МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удержать молодых и перспективных ребят в городе, дать им развиваться. Правительство региона готово поддерживать достойные стартапы. Каким образом, расскажет Валерий Седов. Языком тела лучшие танцоры из Питера расскажут рязанским зрителям историю любви. Знаменитое шоу «Под дождем» снова приедет Рязань. Начнем с чрезвычайного происшествия. В Рыбном напротив детского сада, прямо средь бела дня, разверзлась земля и образовалась зияющая воронка. Это могла бы быть аналогия с карстовыми провалами, но Рыбновская яма не совсем глубокая, не более 2-3 метров. Тем не менее, оперативные службы уже оцепили место происшествия. Пока официальных комментариев власти района не дают, но внутри ямы можно разглядеть прогнившие плиты и часть старого трубопровода. Так что очевидно, никакой мистики. Обычный коммунальный конфуз. Сегодня мы говорим о новой зоне нашего приоритетного внимания, о новой точке роста, на которую возлагаем большие надежды. Я говорю о запуске в Рязанской области комплексной программы мероприятий по сопровождению стартап-проектов. Так пафосно губернатор Николай Любимов представил форум «От идеи до старта». О рязанских бизнесменах и их проектах в нашем следующем материале. Николай Корнеев – студент третьего курса РГРТУ. Увлечен инженерией и твердо настроен открыть свое дело. Поэтому, говорит, и пришел на форум «От идеи до старта». Здесь неоценимый опыт. О своих идеях говорят уже состоявшиеся бизнесмены. Причем свои, рязанские. Подумали, что мы этим системами завариваем всю страну, весь мир, а это всем надо. Конечно же нет. Оказалось, что это никому не надо. И нам говорили, ребята, вы суперумные, но за такие деньги, там, дядя Вася будет все мерить линейкой. Да и ваша высокоточная система, ну извиняйте. Прошло совершенно немного времени, и мир изменился. Система промышленного зрения, лазерная система, видеоаналитика и нейросерии стали одной из передовых технологий, которую хотят внедрить все заводы. Сейчас об успехах Максима Шадрина пишет Forbes, а тогда, несколько лет назад, никто в него не верил. Приходилось и доказывать состоятельность своей идеи лазерного 3D-измерителя и через бюрократические барьеры буквально выбивать финансирование на ее реализацию. Такие идеи сегодня нужны стране, и государство будет поддерживать стартапы молодых, в том числе рязанских разработчиков. Задача не просто следовать трендам, а создавать их, сказал глава региона Николай Любимов. У нас будет создан региональный венчурный фонд инвестиций по поддержке инновационных стартапов. Сегодня наши предприятия промышленного сектора уже очень остро нуждаются в свежих идеях, в нестандартных решениях. Благодаря фонду молодые разработчики не только на региональные субсидии могут в регионе претендовать, но и получать полный объем финансирования на реализацию своих стартапов. Это один из первых венчурных фондов в России, который сориентирует на поддержку инновационных разработок. Экономический фонд совсем скоро внедрит эту систему поддержки. Разработка уже в самом разгаре. На форуме также выступили и те, кто способен сам вложиться в новые идеи, поддержать начинающих стартаперов. Максим Стрельников – предприниматель, который готов поддержать студентов и выпускников рублем. Правда, не всех. Сложно оценивать новое. Поэтому он должен быть, конечно, инновационным, потому что это главная задача любого стартапа. Он должен быть реализуем, ну и для нас лично он должен быть понятен к реализации в течение следующих 50 лет. С чего мы начнем, где у нас будет промежуточная точка и к чему мы придем на конце жизненного цикла продукта. Задача правительства проста. Удержать молодых, перспективных ребят в городе. Дать им развитие. Для этого власти обещают практически полностью сопровождать стартапы. От идеи до реализации. И сомнений в этом после таких заявлений у студента Николая Корнеева больше нет. Всегда есть выбор. Либо стартап, либо стабильная работа. Стабильная работа – это всегда стабильность. И стабильность – это для большей части людей всегда хорошо. То есть лучше там стабильность 30, чем не стабильность 60, как говорится. Но тут показали нам, что теперь государство готово поддерживать такие идеи. А если государство готово и если у самого есть желание и возможность, то почему бы не попробовать? Советы от Рязанского бизнес-сообщества, поддержка правительства, да что уж там говорить, даже обеспечение конкретным рабочим местом. Всего этого начинающим стартаперам явно не хватало. Теперь же от них, по сути, нужна только яркая идея. Со всем остальным в Рязанской области, похоже, определились. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этой неделе Николай Любимов ввел новые ограничительные меры по коронавирусу. Главным образом они коснулись работы школ и учреждений доп. образования. «Это не моя прихоть, это требования Роспотребнадзора», – заявил губернатор и поручил наладить систему вызова врача на дом, а также обеспечить эффективную работу пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Омикрон идет по региону семимильными шагами. На сегодня заболевших уже в четыре раза больше, чем недели ранее. 800 человек в день, а сегодня в Рязанской области именно такая цифра далеко не предел. Детей новый штамм уже стороной не обходит, поэтому нужны социальные разрывы. В первую очередь среди школьников. Из-за того, что у нас уже 12 школ закрыто из-за COVID-19 на карантин, 23 школы у нас по ОРВИ закрыто, у нас возросла заболеваемость, во-первых, детей, в первую очередь детей, и, конечно, учителей. Люди, понятно, видят, что дети приходят в школу, там заражаются, приносят это домой, в семью. Это очень быстро все распространяется. Соответственно, необходимо с 3 по 17 февраля пятые, шестые, седьмые и восьмые классы всех школ региона перевести на дистанционный формат обучения, временно, естественно. На дистанционку уходят и все учреждения доп. образования, а вот классы начального звена и старшей школы продолжат обучение в обычном формате. Диагностика COVID-19 вещь первоочередная. Именно поэтому по инициативе губернатора в Рязани появились 4 бесплатных пункта экспресс-тестирования. В Дашково-Песочне, Горроще, Площади Победы и на Московском шоссе. Это первая в России подобная услуга для населения. Вовсе не удивительно, что она вызвала небывалый ажиотаж. В целом у нас в первый день работы пунктов тестирования прошли это тестирование 1200 с лишним человек. Прошу Минздрав региона и всех, кто задействован в реализации этой инициативы, обеспечить, безусловно, эффективную работу таких пунктов тестирования, потому что людям это нужно. Чередей быть не должно, потому что на улице все-таки холодно. Если будет необходимость, нужно открывать дополнительные пункты. Причем понятно, что у нас такого количества теплых палаток не хватит. Надо будет, значит, смотреть какие-то учреждения, в которых пока не ведется работа. Жесткой критики Николай Любимов удостоил министра здравоохранения Андрея Прилуцкого и зампреда правительства Романа Петряева. Слишком много жалоб сегодня от рязанцев на работу городских поликлиник. Во-первых, в них невозможно дозвониться, это не смогли сделать даже специалисты антиковидного колл-центра. А во-вторых, в некоторых медучреждениях Рязани больным короной перестали выдавать лекарства. Николай Любимов назвал такие случаи вопиющими и вызвал ответственных к себе на личный разговор. Котловайн вместо двора. Такую картину жители домов по улице вокзальной наблюдают уже несколько лет. Яму выкопали здесь еще 10 лет назад. Когда-то ее рассчитывали довести до ума, обустроить подземную парковку. Но так все и бросили. Вход на территорию котлована свободный. И сегодня стройка представляет серьезную опасность для детей и взрослых. Вот вы видите, мама с коляской куда спускается? Коляска пока сейчас снег держит. И коляска будет в котловане. А то есть тут вообще не огорожено? Это сугроб, да? И это снег. Это живой забор. И если хотите, можете прогуляться. За сугробом во дворе дома номер 61 на улице вокзальной котлован для подземной парковки. По словам местных, его глубина около 10 метров. Стройка заброшена давно. Сегодня ее облюбовали дети, подростки и откровенный пролетариат. Собралась компания человек 5, наверное. Ну, взрослый уже там 18, 20, 25 лет. Ну, и гуляли, пили, и нужду справляли. Все это на виду у всех, ну, просто неприлично, неприглядно. И мы не хотим вот этого вот всего. Но видеть этот котлован, жить здесь, видеть постоянный котлован, видеть вот эту грязь. Вот сейчас снег чистят, как подходит трактор. Он цепляет ковш, подъезжает задом и вываливает в эту же яму сюда. Ну, то есть здесь гадюшник, по сути дела. Там вода стоит постоянно. Мне с восьмого этажа видно. Огромная яма здесь уже 10 лет. Причем доступ на стройплощадку был свободный всегда. А в декабре здесь оторвалась еще и часть ограждения. Я как раз шла к своему подъезду. Порыв ветра. Эти вот листы металлические от забора полетели, как бумажки, прямо на меня. То есть тут опасно. Сейчас ведется политика пережливой экономики. Оберечь в первую очередь, что надо? Здоровье, быт, уют граждан. И мы этого не видим уже вот в течение... С 14-го года. С 14-го года. Ходим и боимся. Как бы что. Опасно. Там свалиться можно. Дыра такая. Доступится кто-нибудь, там полетишь, там дальше хлам весь лежит, доски, штыри, арматура. Не дай бог кто-то из детей что-то случится. Это вообще будем потом оплакивать всем этим районом. Как можно жить на строительной площадке? Действительно, маргинальное наше общество, которое посещает нас. Было время и вызывали полицию. Бомжи обосновывались в бытовке строительной. Дети, которые постоянно гуляют, у них действительно свободный доступ. Покупая квартиры в этих домах, люди рассчитывали получить облагороженный двор с детской и спортивной площадкой. А теперь им даже парковаться негде. Хотя котлован, по иронии судьбы, как раз для этого и предназначен. Но мест для машин почти нет. С нашей стороны, со стороны первого подъезда, 77-го дома, там стоит такой же строительный забор, который, как правильно сказать, подмывается. Грунт подмывается, осыпается, и сейчас придет весна. Это еще, как минимум, минус три парковочных места, на которые сейчас ставят люди. Дальше все достаточно травмоопасно. Заброшенный проект теперь отошел третьим лицам. По последним данным, нынешний конкурсный управляющий этой стройки находится в Пензе. На звонки и письма предпочитает не отвечать. Сообщение рязанской организации, обслуживающей эти дома, тоже игнорирует. Это частная собственность, это абсолютно другое строение. То есть мы обслуживаем только жилые дома. И территорию, соответственно, прилегающую. Мы, да, наблюдатели этой истории. Только собственники помещений в этих домах могут обращаться, писать в соответствующие органы и как это повлиять на данную ситуацию. Ну, соответственно, что у нас жители делают. Мы начали в феврале 2019-го с Карабасова, Ковалева, Панфиловой и так далее. Четырежды обращались в прокуратуру. Вот все ответы. Обращались в МЧС. В каждом квартире стоит газовый котел. Если что-то случится, людям придется прыгать в котлован. Не подъедет сюда спецтехника. Ну, и вот последнее письмо из администрации. Подписано ИО заместителем главы администрации Савиным, что процедура банкротства продлена до 7 февраля этого года. У них еще был недостроен дом на Баженово-34, но Николай Викторович выделил средства. Сейчас дом там застраивают, достраивают. А к нам никакого внимания нет. Бывший владелец стройки компания Инжстрой теперь банкрот. Долгострой за долги кредиторам выставлен на торги. И кто им будет заниматься, пока неизвестно. Использовать можно его. Там все сделано капитально. Мощные опорные столбы стоят. Покрытие сверху видно, что еще можно спасти. Но пройдет немного времени, он будет разрушаться, как вот с этой стороны фундамент. Если можно будет, посмотрите, там вообще отслоение идет уже. Вот хотелось бы жить-то по-человечески. Не видеть вот эту картину. Выглянуть в окно стыдно. Недавно письма жильцов были отправлены и уполномоченному по правам ребенка. Опасность этого участка для гуляющей здесь молодежи бесспорна. Следующая инстанция суд. И заявление активистами уже подготовлено. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани стартовали уникальные военные сборы под названием «Зима в спецназе». До 16 февраля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища студенты двух московских вузов пройдут настоящую военную подготовку. Подробнее Валерий Седов. Товарищ полковник, личный состав роты в честь открытия проекта «Зима в спецназе» построен. Командир роты подполковник Фельмонов. 40 ребят в строю на самом деле не солдаты. Это студенты двух московских вузов. Каждый из них студент в военной кафедре. Только вместо лекции в университете на две недели им предстоит ощутить на себе все тякоты военной службы. Это спецпроект «Зима в спецназе». Мы видели, как студенты занимаются на военной кафедре, как раз за разом туда ходят. Но они увидели огня в их глазах. И хотелось привить им и возродить интерес к военному делу, к тому, чем они на военной кафедре занимаются. Показать это с другой стороны, как это действительно происходит в жизни. Проект уже четвертый год. Причем проводят его как летом, так и зимой. Сейчас, естественно, условия жестче. Погода ребят не балует. Однако сюда, на базу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, попали только лучшие из лучших. А с тем, что армия, а тем более спецназ, дело сугубо мужское, может поспорить вот эта милая девушка. Зовут ее Марина, она студентка третьего курса Российского технологического университета. Я хотела поехать на «Зима в спецназе», потому что я была на «Леди спецназе». Мне очень понравилась. Поэтому вот решила перед, так сказать, новым учебным семестром отдохнуть. Слова об отдыхе звучат с некоторой долей иронии. Пока об этом остается только мечтать. Летом эта хрупкая девушка в должности командира подразделения шла атаковать укрепленную позицию противника. Проводила разведку местности, поэтому нынешними задачами ее уже не удивить. Выдержала она их с честью тогда, выдержит и сейчас. Человек, который сам переступил через трудности, он получает от этого потом огромное удовольствие. В процессе тяжело, в процессе хочется плакать. Бывает такое, я видел, как люди плакали от ярости, пытаясь сделать больше, чем они могут, чем организм позволяет. Но они проходили через это, и потом это огромное удовольствие доставляло. Тактика специальная и стрелковая подготовка, навыки выживания, действия в тулу врага – это и многое другое. Ребятам будут преподавать профи – педагоги РВВ ДКУ. Своей стороны обещаю, что преподаватели, назначенные для проведения занятий, вложат в вас не только знания и умения, но и душу. Ну и покажем быт и повседневную же недеятельность наших будущих лейтенантов, которые станут строить через 2-3 года. Каждое занятие готовит ребят к финальному дню – марш-броску, который организаторы называют рейдом выживания. На полигоне Сельца развернется имитационный бой, где вооруженные студенты обкатают реальную боевую технику. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Открытая 25-я традиционная юбилейная лыжная гонка «Лыжня Бирюкова», которая должна была пройти 5-6 февраля на трассе Мемориального парка, перенесена на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. Анатолий Бирюков – тренер спортшколы Олимпийского резерва по лыжным гонкам, чемпион СССР по лыжным гонкам на дистанции 70 километров. В 1974 году на чемпионате мира в городе Фолуни в Швеции он занял 6 место, выполнив разряд мастера спорта международного класса. 25 лет назад впервые прошли соревнования имени спортсмена. Из года в год в дни проведения турнира на Бирюковскую лыжню выходят сотни рязанцев. Это и профессионалы, и любители – от самых маленьких спортсменов до ветеранов спорта. О дате проведения соревнований и сроках регистрации обещают объявить дополнительно. Зима – вдохновенное время для поэтов и художников. Грани и тонкие цветовые переходы. Особенное состояние забытия и сна – суровое, но прекрасное время. Эту строгую красоту видели и любили великие мастера. О полотнах некоторых из них можно увидеть в Рязанском художественном музее. Монохромность зимних пейзажей – весьма обманчивый стереотип. Многообразие оттенков, полутонов и красок поражает воображение. Стоит лишь всмотреться. Привычные глазу картины внезапно выглядят совсем иначе в морозный день, или в пасмурный, в сумерке, или во время снегопада. И это не могло не интересовать самых великих пейзажистов, чутких к тонким переменам состояний окружающего мира. Самым известным произведением Алексея Саврасова считается полотно «Грачи прилетели». Оно находится в Третьяковской галерее. Но висящая в экспозиции Рязанского художественного музея картина производит ничуть не менее глубокое впечатление. Художник обращает внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы, а на внешний ничем не примечательный уголок. И удивительно пронзительные оттенки голубого неба. Говорят, что такой цвет бывает всего два раза в году, в самом начале весны и в конце зимы, завораживающий. Просто сложно пройти мимо. Это полотно создано через полтора-два года после написания знаменитых «Грачей». Здесь изображена зимняя дорога на окраине Москвы с вековыми деревьями, покрытыми инеем. Крестьянин везет дрова к дому, который виднеется на заднем плане. При этом здесь в одной картине уложилась целая история, как и в пастели Валентина Серова «Зимняя дорога в Домотканово». Только здесь история сугубо личная, философская, для каждого своя. Незаметными в переходах оттенками серо-коричневого цвета мастер передает удивительную атмосферу мягких зимних сумерек. Работа проникновенная и глубоко лиричная. И вот сейчас так легко представить, когда наступает темнота, цвет снега становится ярче и белее, чем цвет неба. А очертания предметов как бы размыты и расплывчатые. Хочется стоять, думать о чем-то хорошем. Вот эта тема дороги, тема выбранного пути. Это всегда понятно и всегда очень близко любому человеку. А на этом полотне изображена лыбедь, знакомая каждому рязанцу место. В зимний день кисти Ивана Куриленко. Желтеющий закат, скованные инеем деревья и общий оттенок восприятия сиреневый. Я очень люблю эту картину. Художник потрясающе талантливый, невероятный колорист. Долгие годы он преподавал в Рязанском художественном училище. Куриленко привез в Рязань вот такую любовь к яркому солнцу, наслаждению окружающей средой. И вот такой прозрачный воздух на этой картине мы тоже видим. Зима за окном на полотне Кустудиева останавливает и заставляет подумать об изображенной на нем девушке с цветами, как и городские пейзажи. Ведь в городе зима совсем иная, чем за пределами. Этот пейзаж кисти неизвестного художника встречает посетителей в самом начале экспозиции. Его тоже можно долго рассматривать, вдыхая запах морозного лесного заката. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Три континента, 14 стран, 300 городов и миллионы восторженных зрителей по всему миру. Для этих парней нет ничего невозможного. Их выступление – ураган эмоций и страстей. Борьба стихий, в которой огонь схлестнулся с водой. 11 февраля в МКЦ состоится грандиозное шоу под дождем «Между мной и тобой». На сцене перед зрителем развернется целая история. Мужчина, который расстался с возлюбленной, рассказывает, как ему было сложно, а порой невозможно понять ее. И вот теперь, казалось бы, он должен быть безмерно счастлив. Во время монолога главный герой переосмысливает сложившуюся ситуацию и осознает, что совершил роковую ошибку. Он понимает, что до сих пор безумно любит ее, и она ему дорога. Каждая история, произнесенная со сцены, обыгрывается танцорами театра «Искушения». Каждый танец раскрывает характер, чувства и мысли актера. Шоу состоит из переплетения ярких музыкальных композиций и запоминающихся танцевальных номеров, а интерактивное общение с залом привносит в постановку больше жизни. Расскажите, пожалуйста, немного о постановке. Какая основная идея, в чем ее посылы до аудитории? Ну, самое главное, что мы танцуем, конечно же, для женщин. В зале, естественно, есть мужчины, потому что это шоу предназначено для всех влюбленных, для тех, кто знаком с таким чувством, как любовь. И мы в спектакле говорим о том, что не нужно спорить, ругаться, потому что это бесполезно. Потому что хоть ссорься, хоть не ссорься, все равно друг другу ничего не докажешь. Самое главное – любите друг друга и цените. Это самое главное в жизни. Романтика и позитив, любовь и драйв, энергия и юмор. Ураган эмоций обеспечен каждому в зале. И неизменная кульминация шоу, обрушивающиеся на сцену потоки воды, дополняют картину. Большинство номеров ваши танцоры исполняют под дождем. На мой взгляд, это достаточно травмоопасно. Не то, чтобы просто прыжки, а целые пируэты кто-то даже делал. Я сидела, у меня прям дух захватывал, думаю, хоть бы он не упал. Скажите, как вы рискнули вообще? Как вы разрешили своим ребятам это делать? Ну, сначала было действительно очень сложно, потому что мы не знали, что это такое. Мы же сами это все придумали, думали, как же это сделать. Сначала мы все падали, потому что работали босиком. Потом стали работать в обуви. Все равно не помогает. Падаем, потому что очень скользко. Потом мы купили специальный специфический линолеум, который не скользит. Я бы не сказал, что на 100% не скользит. Но уже как бы меньше травм. За 8 лет мы действительно научились держаться на ногах и даже на воде. Аналогов проекту «Искушение» нет в мире. Это российский феномен и гордость Санкт-Петербурга. Исключительно мужская команда со сцены откровенно и честно говорит о любви с помощью не только слов, но и пластики тела, погружая в щемящие искренние истории, рассказанные языком танца без малейшей примеси пошлости. В спектакле зритель увидит универсальный микс жанров и стилей от классики до брейк-данса и акробатики. В их арсенале уже пять оригинальных шоу, выстроенных на основе глубокой драматургии и авторской хореографии. В конце каждого зрителей ждет неизменная и самая вкусная вишенка на торте. Сумасшедший танец под дождем. 11 февраля в 19.00 в муниципальном культурном центре поддаться искушению смогут и жители Рязани. На этом у меня все новости. Уже в понедельник команда телекомпании «Город» оперативно и объективно будет рассказывать, что происходит в регионе. А я желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин